Новое видео выходит каждый день в 20.00 Приветствия, но все равно лучше, чем у Брулё. Хуяры! Также этот дневник вовремя хочет добить к лету 23 подписчикам. Подадал гондон. Быстро в машину, дура! Окей, садимся. Я хочу, чтобы даже большинство зрителей, с кодового населения ютуба, это нравится. Промокод хэштег Луня. А если не хотите, то... Вчера студия IMAGINATIONS FILMS INTERNATEMENT Блять, а... INTERNATEMENT Блять... INTERNATEMENT Опубликовала кадры из будущей машины. Машины? Одного из основателей. Машинима получила название LIMIT EPISODE 2 и станет сиквелом к первой одноименной короткометражке. Первый лимит можешь посмотреть тут. Он короткий, идет лишь 6,5 минут. Нихуя себе короткий, блять. Ну, ладно, ладно. Не имеет особого значения. Тут это в статье была гиперссылка, а тут вы его не можете посмотреть. Алло, уродцы. Вы так и будете весь год срать одним и тем же контентом? Я купил аккаунт за 100 рублей, а я 200, а я за 500, а я за 10 тысяч. Бля, ну вы че, вообще отсталые что ли? Пиздец поражает ваша логика. Вот это вчера написал сооснователь Triumph RolliPlay Дэнни Тайсон. Этот пост является продолжением предыдущей тирады, где Денис разъяснял на тему будущего проекта. Великая закономерность. Спрос рождает предложение. Пишут в журнале Самуэрлд. Жизнь в деревне. Проект от Arizona Games получил собственный сайт и форум, расположившись на домине boncountry.ru. Разве не каунти? Впрочем, не важно. В своем отчете разработчики также сообщили об окончании работы над экономикой и пообещали выпустить видеообзор в скором времени. Надеюсь, видеообзор 3. Ну, я думаю, вы меня понимаете. Сэм Мэйсон же на своей странице дополнил, что открытое бета-тестирование уже скоро. Сэм Мэйсон это исполнительный директор Arizona Games, если что. Ну, мало ли кто-то не знал. Кстати, судя по мониторингу на сайте, на проекте поначалу будет доступно сразу 3 сервера на 300 слотов. Пиздец, я буду вообще нормально сегодня читать этот текст или нет? Monster Deathmatch. Никита Жданюк, он же основатель и нынешний руководитель Monster Deathmatch, выпустил статью с названием «Несостоявшаяся сделка». В ней шла речь о продаже монсера Evolve, которая так и не произошла тем летом. Мне казалось, что про эту историю уже все забыли. Как-никак почти год прошел, однако основатель все-таки решил раскрыть всю ситуацию со своей позиции. За ним ли правда? В большей степени я думаю, что да. Статью, кстати, советую почитать. Там довольно обширный текст, где даже интервью Кассада с основателями Вольвы было затронуто. Вчитывайся и вставай на свою позицию. My Home Roleplay Vice City. Вот так выглядит исправительное учреждение. У меня такое ощущение, что оно не совсем подходит под этого... Сука, блять, я, я, блять, я не понимаю, сука. Я буду сегодня нормально с первого дубля, блять, что-то зачитывать. Я не понимаю, что, блять, хули я в словах-то путаюсь, блять. Тут простой текст, сука, я не понимаю. Однако, однако, мои выпуски новостей будут все равно лучше, чем у Брулё. Не совсем подходит под атмосферу Vice City. Однако, не мне судить. Я игру дальше первого острова не проходил. А я, кстати, проходил. ГХВ Project мапперы тем временем продолжают делать путь дальнобойщиков ещё разнообразнее и интереснее. Особенно это видно по четвёртому скриншоту. Всего их тут шесть. Я не знаю, на монтаже я все или шесть вставлю. Однако, думаю, что, наверное, да. А возможно и нет. Вы знаете, тут такой спорный момент с этим ГХВ Project, да и вообще с этими, со всеми дайджестами. Я даже и не знаю, стоит ли их делать дальше, вот эти вот вся сомньюс. Потому что, вы знаете, как-то однотипно зачитывать с листочков все эти штуки как-то, ну, не оно. А высказывание своего собственного мнения в новостях это что-то порядка такое себе. Прям вот не особо это как-то всё причитается, да и многое-многое другое. Вот если так подумаю. Ну, 24 июня, как обычно, как бы не особо много вещей тут и произошло, если честно. Вот. Однако, меня заинтересовало больше всего интервью с монстром там, да и, в принципе, не только. Ну, блять, ладно. Ладно. Думаю, что вот опять во всё это лезть. Я, вы понимаете, я абсолютно не конфликтный GTA-самп ютубер. Это просто ютуберы вот эти по GTA-сампу пидорасы, которые нормально, сука, не могут нихуя сделать. Именно из-за этого происходят вот такие вот все проблемы с всеми вот этими вот ситуациями по поводу, там, знаете, Брулёва там. И не только Брулёва, и, блять, вот прям, ну, прочее-прочее другое. Ну и ладно, ладно. Однако, на этом, я думаю, дайджест можно уже подводить к своему логическому завершению. Если вы хотите, чтобы дайджестов было больше, ставьте дизлайк. Если вы хотите, чтобы дайджестов было меньше, ставьте дизлайк. Если вы любите сам дайджест, ставьте дизлайк, блять, вот, пишите свой остроумный комментарий по типу, блять, раньше было лучше, негативный. Вот первый выпуск сам дайджеста был норм, а это прям вообще нихуя. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok